Мега важно, что выходят такие фильмы, такие проекты, что они смогут распространиться среди людей, и больше людей узнают о проблеме, о том, что с ней можно и нужно бороться. Действительно, у нас в стране породит культуру отрицания насилия, культуру защиты людей от насилия, защиты женщин, защиты детей и так далее на государственном уровне и на частном уровне. Мы говорим, что каждая пятая женщина, каждый тринадцатый мужчина в детстве подвергались насилию. Поэтому это тема, которая очень близкая, которая касается каждого. Мне кажется, вообще любой страх, он, так сказать, растворяется на свету. Страхи, они как вампиры. Как только начинаешь открываться, они... Я не могу сказать, что ты сразу, ты расскажешь о своем страхе, и тебе станет прям легко и хорошо. Нет, но точно они боятся света. Когда мы выбирали темы, нам было важно, чтобы тема нашла отклик у сегодняшних зрителей. Вообще, очень важно снимать фильмы на тему насилия, потому что большинство людей живут и даже не понимают, что оно может быть совсем рядом. Как только мы перестаем молчать на темы, на которые говорить вроде бы не стыдно и не принято, мы делаем женщин с их сложностями, проблемами и чудовищным опытом, который многим из них довелось пережить, видимыми. Конечно же, насилие, оно очень любит тишину, и когда мы эту тишину нарушаем, у пострадавших намного больше шансов выбраться из этой ситуации. Как только мы скажем, хватит, это ненормально, и это неприемлемо в нормальном развитом обществе, у людей возникнет ощущение, что это порицается обществом. Не бояться обращаться за помощью, вот это в первую очередь, не бояться об этом говорить. Для меня сегодняшняя премьера очень важна. Ну, во-первых, потому что это первый совместный проект, Non-Fiction Film, видеосервисы Start и компания Амурские волны. Во-вторых, я надеюсь, я верю в то, что начало положено, и впереди у нас будет много новых документальных и фильмов, и сериалов на самые актуальные темы. Ну и третье, наверное, это самая важная тема. Мне кажется, что говорить о насилии нужно как можно больше. Вот я, как говорят на старте, обыкновенная женщина, мне 41 год, и я бы, в принципе, могла стать героиней любой серии. Это ужасно. А еще я мама многодетная, и вот как многодетная мама, самое важное, чего я хочу, чтобы мои дети уважали чужие границы, знали и могли защищать свои. И, конечно, всегда могли сказать, хватит любой форме насилия. Мы сегодня вам покажем две первые серии. Вы самые первые зрители. Начались угрозы, что он меня выследит, что он выследит, где мои дети. И это было так страшно. Он залез уже мне в трусы, начал трогать меня там. Дети просто очень уязвимы, и детьми очень легко воспользоваться. За что? Что я тебе сделала? С этим мириться нельзя. Про это надо говорить для того, чтобы научиться называть вещи своими именами. Я надеюсь на то, что этот фильм станет существенным вкладом в то, что патриархальная культура, наконец, начнет потихонечку меняться. Ведущие. Журналистка Настя Красильникова и актер Владимир Мишуков. В проекте, который касается каждого. Хватит только на старт. И, друзья, первый вопрос. Хочется, чтобы, наверное, суть документального в кино заключается в том, чтобы это было не только видеорегистрации реальности, но и какой-то призыв к действию. Поэтому хочется сразу по пунктам разобрать, какие есть симптомы, когда нужно обращаться за помощью. И вот когда я смотрел первую серию, мне показалось, что таких симптомов пять. Но, может быть, вы поправите и еще больше расскажете об этом. И я заметил такие. Я прочитаю, извините, чтобы ничего не забыть. Вот. Что происходит изоляция человека. То есть, когда девочка боялась позвонить своему папе, потому что ее за это осуждали, что, мол, человек спит, а ты звонишь. Что происходит создание ситуации зависимости. Это когда все твои расходы контролируются и так далее, и так далее. Приходят какие-то банковские смс, как в случае со второй девушкой. Что происходит постоянная критика. Цель которой становится, видимо, подорвать веру человека в себя. Это история, что ты не должна водить машину, потому что ты водишь машину плохо. Ты можешь наших детей угробить, поэтому водить буду я. И в итоге она лишается даже просто мобильности. И дальше это попытка какой-то редактуры личности от внешних проявлений, от внешности до характера. То есть, когда он сам постриг ее. И пятое — это внушение чувства вины самой жертве. Что ты сама виновата в том, что произошел выкидыш и так далее. А что можно к этому дополнить? И какие вообще есть вещи, благодаря которым родственники или сам человек, женщина или мужчина, оказавшийся в ситуации насилия, может понять, что что-то идет не так? На самом деле, все, что вы причислили, — это разные проявления одного и того же, а именно насилия. Если говорить про вообще, что это такое, то, конечно же, это намеренные действия для того, чтобы подавить человека и приобрести над ним власть. Не просто так есть в мире классификация, что насилие домашнее, если будем говорить про начало, про первую серию. Бывает четырех видов — это насилие психологическое, физическое, сексуально-экономическое. Но на самом-то деле, действительно, обращаться за помощью нужно тогда, когда вы понимаете, что вас пытаются контролировать. Это очень трудно сделать в том обществе, где об этом не принято говорить, нет тех самых маркеров. И очень многие люди полагают, что забота — это и есть тот самый контроль. То есть люди не чувствуют разницы, когда уже на них наступают. И, конечно же, всегда, как мы понимаем, не начинается первое свидание с кулака в лоб, и всегда в начале это насилие психологическое. Человеку пытаются действительно подавить, пытаются ему разрушить самооценку и, в общем-то, изолировать его от привычной среды, потому что, когда человек уже теряет, скажем так, связь с реальностью, намного проще с ним делать все, что угодно. К большому сожалению, очень часто физическое насилие первый раз появляется тогда, когда женщина оказывается в положении, ходит в декрет, и, в общем-то, она абсолютно уже в этой ловушке. А в том, что касается детей, как объяснить детям, особенно, она из границ столкнулась с насилием совсем маленьком в возрасте, а где проходят границы твоего тела, где проходят границы отношений со взрослыми? Это кажется совершенно невозможным, но при этом… Видимо, опять мне вопрос. Хорошо, да. На самом деле, я вот смотрела эти две серии, у меня все время один тоже был вопрос в голове. Вот у нас есть общество, есть государство. Вот откуда нам начинать, курица или яйцо, да? Потому что, с одной стороны, государство, без сомнений, должно принимать те законы, которые защищают, государство должно придумать те программы, которые объясняют, но государство — это те самые люди. Депутаты — это люди, полицейские — это люди, судьи — это те люди, которые выросли в том обществе, где это считалось бы нормальным. Поэтому, конечно же, каждый и каждый должны начинать с себя, с потребления правильной информации, стараться доносить ее дальше. И мне кажется, что, к сожалению, мы живем в той реальности, когда сейчас у общества, у журналистского сообщества, как у четвертой власти, у некоммерческого сектора, как у третьего сектора, намного больше понимания, что в стране все очень плохо. И наша задача действительно всячески доносить и заставлять депутатов, чтобы они принимали тельные решения. Потому что, если мы возьмем опыт тех стран, где эта проблема уже решена, например, в Германии, в 4 года дети садятся и рисуют разного цвета кружочки. Вот это я, это первый круг доверия, это второй круг доверия, там есть родители, знакомые, друзья. Как ведет себя человек в школе, как ведет себя человек в семье дальней, родственней, как ведут себя незнакомые люди. И у ребенка с малых лет есть четкий алгоритм. Если один из этих механизмов нарушается, какие должны быть действия? У нас абсолютно нормально сказать, это твой дядя, это твой дедушка, садись на колени, ребенка будет целовать в щеки, ребенок будет отстраняться от этих слюней, и все будут говорить, нет, терпи, это твоя семья, так должно быть. Вот не обязательно нарушают границы с какой-то черной, скажем так, негативной коннотацией. Но когда уже заставляют обниматься с тем человеком, с которым не хочется, это начало того самого пути. Когда человек теряет свои границы и знает, что ему нет возможности сказать, нет, я так не хочу. И опять-таки, пардон, но, конечно же, мы понимаем, что большинство людей, которые во взрослых отношениях сталкиваются с насилием, они, конечно же, повторяют ту модель отношений, которую они видели с детства, и они привыкли, что с детства у них не было права себя защищать, их мнение никого не волнует. А что, по мнению каждой из вас, мешает принятию этого законопроекта, который в конце прошлого года был опубликован, но до сих пор находится в подвешенном состоянии? Именно у нас. Ну, я могу коротко очень ответить. Мне кажется, мешает общий курс на традиционные ценности, которые все мы наблюдаем уже довольно давно. И в целом про это в сериале «Хватит» тоже будет много говориться. Некая культура унижения, в которой женщины в России живут. И культура, в которой женщины — это второй сорт, и поэтому к их проблемам не прислушиваются, поэтому законотворческие инициативы, которые призваны как-то защищать женщин, не поддерживаются. И это все огромное восхищение. Аня Ривина и Леоня Попова из «Правозащитницы», которая здесь сидит, и которая соавторка законопроекта о противопилактике домашнего насилия, который борется за то, чтобы его все-таки приняли. И я очень надеюсь, что эта борьба когда-нибудь закончится победой. Но мне кажется, что, если, короче, совсем коротко, этого не происходит, потому что люди, которые принимают решения, неправы. — Ну, есть абсолютное ощущение того, что то, про чего мы говорим «хватит» в этом проекте, считается абсолютной нормой. И законы не принимаются, потому что, ну, зачем менять то, что и так нормально работает. Удивительно, мы, готовясь к сериалу про ангарского маньяка, встречались с маньяком в городе Ангарске. И, значит, и он рассуждает, ну, как бы там суть истории в том, что это маньяк, который осудил женщин, он принимал решение, достойно женщина жить или нет. В итоге этого своего такого самосуда 82 женщины он убил, потому что считал, что они, значит, недостойны продолжения жизни на земле. А почему он так решал? Почему он считал себя достойным решать, принимать такие решения? Потому что он мужчина. Дальше его логика развивается таким образом. он мужчина, он имеет право принимать такое решение, потому что он мужчина, а женщина — это приложение к мужчине. Ну вот это буквально его слова. Почему это приложение к мужчине? Ну она же терпит, она же не разводится со мной, она же терпит побои, она терпит алкоголизм, она терпит там насилие над своими детьми. Ну то есть женщины, которые терпят, они не воспринимаются как достойные члены общества, они воспринимаются как приложение к мужчине. И вот эта вот, в принципе, странная патриархальная идеология в своем самом уродском виде в обществе выражается, вот в появлении, например, маньяков. И то, что у нас нету закона о домашнем насилии, это, в принципе, продолжение вот этой вот уродской совершенно позорной идеологии. Расскажите, кстати, насколько в работе над фильмом и в работе фонда принимают участие мужчины, потому что в тех сериях, которые мы видели, отчетливо видна такая общая свойственная нам реакция защитного механизма отрицания, что мы не хотим верить, что ситуация настолько сложна и страшна. И очень здорово, что Вадим Мишуков смог стать олицетворением этой реакции и не побояться это все показать. Поэтому расскажите про вашу команду, про участие мужчин в фонде и так далее. Слушайте, ну, можно я два слова скажу? Во-первых, компания «Мужские волны» это, кроме Насти, прекрасные мужчины. Это и Игорь Садреев, и Александр Ружанов, и Родион Чепель. Вот, в команде есть прекрасные девушки, но мне кажется, что в компании абсолютно гендерный баланс. И все с ним в порядке. Ну, я не знаю насчет баланса, но действительно, мужчин у нас много. Витя, режиссер этого фильма. У нас над этим фильмом конкретно работало большое количество мужчин, и мне кажется, что все они привнесли в него кучу какой-то эмпатии и вообще вовлеченности, и какой-то очень искренней, какой-то искренней заинтересованности. Я им всем очень признательна. Я, наверное, не буду сейчас всех называть, но всех, кого я вижу, я всем очень признательна. Это было очень круто. А Владимир, огромное спасибо Владимиру. Жалко, он сейчас на съемках в Минске, и он сегодня не пришел поэтому. Но он тоже проявил какую-то, как мне кажется, я думаю, что это видно, он проявил какой-то какой-то огромный интерес, открытость к этой теме, и с ним было это очень комфортно и очень здорово обсуждать. И мне кажется, что даже, может быть, не столько он высказывал сомнения, сколько удивлялся, может быть, масштабу. А так, в принципе, мне даже убеждать его ни в чем не пришлось, а это, знаете, в случае с феминисткой не такое уж часто и время. Слушайте, ну, тут для нас очень важно было, чтобы в этом был баланс, чтобы мы не хотели делать какой-то проект, в котором только с одной стороны рассматривается проблема. В общем, все адекватные мужчины понимают важность и нужность этого закона и вообще какого-то трепетного отношения к женщинам, ну, главное, равноправного отношения к женщинам. То есть то, про что мы говорим, это скорее какая-то уродская и совершенно искаженная идеология, и адекватные люди, в общем, давно уже понимают, что так быть не должно. И, в общем, огромное количество мужчин как раз поддерживают эту точку зрения. А как вы думаете, реально изменить статус женщины в обществе можно, если не освободить мужчину от этого статуса сильного пола, который на самом деле очень многим мужчинам, наверное, не то чтобы... Мне кажется, что мы говорим про это в нашем фильме, но мужчин тоже, на самом деле, в нашей... в какой-то нашей традиционной идеологии тоже огромное давление оказывается, потому что мужчина все время должен, он должен обеспечивать семью, он что-то... он должен работать, он должен работать больше, он должен обеспечивать, ну, обеспечивать, заботиться о женщине. Это тоже, ну, наверное, не совсем равноправная какая-то позиция, и мы, в общем, скорее, как бы в нашем кино тоже говорим о том, что так быть не должно, а должна быть история про какое-то равноценностное разделение ответственности и уважение друг к другу. Мы ровно про это говорим. Давайте вместе составим какой-то чек-лист, что может сделать каждый зритель, который здесь сегодня был, чтобы что-то изменить, при этом, возможно, чтобы это не была какая-то самоотверженная работа, чтобы все-таки это было делегирование профессионалам, но как мы можем поддерживать профессионалов и как мы можем что-то говорить? Переводить деньги в фонд «Насилию нет». Можно подписаться на ежемесячные пожертвования, рекуррентные платежи, знаете, это самое главное, за счет чего живут некоммерческие организации. Ну и всем остальным фондам, мы их перечисляли в фильме, которые занимаются защитой прав женщин, тоже можно переводить деньги, это очень благородное дело. И мне кажется, что мы с Володей, опять же, на экране обсуждали, да, что, как мне кажется, каждый из нас может делать, в первую очередь, не проходить мимо и не закрывать глаза, если это происходит с вашими друзьями, соседями, или вы проходите мимо детской площадки, где родитель бьет ребенка. Можно всегда обратить на это внимание и попытаться воспрепятствовать. Ну и не поддерживать, конечно, дискриминацию женщин, очень важно, в принципе, замечать вокруг себя проявление сексизма, обращать на них внимание и, возможно, возражать свое несогласие, если есть на это ресурс. К вопросу как раз о выражении несогласия. Мне интересно, где проходят те границы, по которым мы чувствуем свое право вмешаться. Например, всего две у меня в жизни было истории, когда я как-то мог либо поучаствовать, либо не поучаствовать, и в обеих, мне кажется, результат был плачевным, причем в одной это было действие, в другой бездействие. А действие заключалось в том, что мы сидели где-то в кафе в Питере не совсем недавно, и за соседним столиком очень некрасивое выяснение отношений, в которых оба кричат друг на друга, но в какой-то момент ты понимаешь, что если девушка кричала, у нее была сильная эмоция, то парень начал ее оскорблять. И мы сначала были какие-то контужены немного, потом подошли и к ней, не общаясь, с ним обратились, нужна ли вам помощь, заказать такси куда-то или что-то еще. Она сказала, нет, нет, все в порядке, мы еще раз спросили, точно уверены ли вы. Дальше она говорит, все действительно в порядке, после этого мы говорим, если что, если это не остановится, то мы сейчас вызовем полицию, после чего происходит самый смешный момент, потому что официант подходит и говорит, мы работаем сейчас под карантином, давайте без полиции. И в общем все закончилось тем, что они действительно оба успокоились из-за этой угрозы, видимо, и потом они вдвоем ушли, но непонятно, что произойдет дальше. А второй случай был... Слушай, ну по крайней мере вы подали сигнал, что то, что происходило, это ненормально, это не норма. Когда люди не обращают внимания и делают вид, что то, что происходит, это в порядке вещей. Вот это, по сути, одобрение действий, которые происходят. Давать понять, что это не норма, это уже, мне кажется, большой шаг. С другой стороны, ты всегда думаешь, что если ты что-то начинаешь, что ты должен идти до конца. Я даже помню, что мы специально уже сами хотели уйти, но сидели и ждали, когда они уйдут, и это все какая-то искусственная ситуация. Когда ты понимаешь, что ты на самом деле ничего не сделаешь, и ты начинаешь думать о том, как ты можешь усложнить ситуацию. А вторая, это была история как раз с бездействием, когда просто увидел, бегал по прудам и увидел, что ребенок сильно близко подбегает к воде, и уже темно, и вслед за ним со всей дури бежит отец, он очень переживает за этого ребенка. И дальше, это мальчик, ему лет 5, наверное, 6, сложно определить. В общем, он ему говорит, идем, идем, пора домой. А тут кричит, нет, не хочу, хочу плавать, и это абсурдная ситуация, то, что нельзя плавать в пруду, да? Вот, и дальше этот папа дает ему по попе шлепок, и ребенок вскрикнул, и после этого они спокойно пошли дальше, и вот ты думаешь, вот, как бы, в ситуации с своими сверстниками, ты прямо знаешь, что делать, а что делать в такой ситуации, ты не понимаешь, потому что ты миллион раз видел, как людей шлепают, ты можешь оценить переживания родителей, ты можешь оценить угрозу этого пруда, в то же время шлепать ненормально, но ты же понимаешь, что ты не будешь усыновлять этого ребенка, ты же не будешь его прямо сейчас забирать, что ты должен делать? Вот поэтому давайте для тех, кто в таких ситуациях оказывается, какой-то алгоритм действий распишем вместе. Хорошо, но на самом деле, опять-таки, когда мы говорим про алгоритм, нам очень хорошо было бы жить в той стране, где этот алгоритм придумало государство, но тем не менее, у нас есть семейный кодекс, в котором уже написано, что если нарушается право ребенка на его безопасность не только физическую, то не только государственные органы, не только какие-то организации, но и каждое физическое лицо, то есть каждый гражданин обязан сообщить о том, что для ребенка есть какая-то опасность. И это одна из тех поправок, которую прекрасно Елена Борисовна Мизульна как раз сейчас хочет убрать. Там написано, что люди обязаны это делать, но не написано, что будет, если они этого не сделают. И поэтому все, конечно же, это с радостью игнорируют. Но вы сами отметили, что вы много раз видели, как ребенку давали подзатыльник, и все, в общем-то, к этому привыкли. А если мы придумаем, как это должно происходить в тех странах, где этот вопрос уже решен, а сегодня порядка 50 стран, как было сказано в фильме, где есть именно ответственность за применение какого-либо физического воздействия в рамках воспитания, то там вы просто не можете это сделать на улице, потому что вы знаете, что сразу будет реакция. Люди знают, что насилие, точнее я скажу по-другому, насилие очень любит тишину, насилие очень любит, когда его не замечают. И, конечно, спокойно можно шлепать ребенка, кричать ему, что он идиот или идиотка, если все идут мимо. А все действительно идут мимо. И если вы пройдете и скажете, что это недопустимо, что вы сейчас обратитесь в органы или просто скажете, что так не должно быть, у человека начинает работать вот этот механизм, что оказывается, это кто-то видит. Мир уже, цивилизованный мир уже прошел, что если есть санкции, люди учатся держать руки при себе. Поэтому здесь просто не нужно проходить равнодушно мимо. Что касается людей взрослых, здесь немножко сложнее, потому что есть очень важный механизм. Как я уже сказала ранее, люди, которые живут в состоянии насилия, у них очень часто разрушена самооценка, и они не очень объективно оценивают реальность. И если вы полезете условно третьим человеком, то в силу того, что у них есть стокгольский синдром, то очень часто эти условно женщины, они будут сами защищать еще своего агрессора от этого третьего человека. И это действительно происходит так у человека, который неадекватно оценивает ситуацию. Поэтому, конечно, лезть условно там с кулаками сразу куда-то и избивать человека, который до этого бил у вас перед глазами, не стоит. Реакция будет недостойная. Но, тем не менее, несколько лет назад мы делали эксперимент. Около метро стояли у нас актеры, наверное, часов пять. И молодой человек очень сильно кричал на девушку, замахивался, и вот было понятно, что что-то сейчас произойдет. Мало того, что абсолютное большинство людей проходило мимо и вообще никак не реагировали, так из тех восьми или девяти людей, которые за это время подошли, почти все сказали, что что ты на улице устроил, иди дома и делай все, что хочешь. Но на улице не надо этого делать, а так ты твоя жена воспитывай. То есть как только человеку говорят, это моя женщина, все, можно делать все, что угодно. И я к чему это? К тому, что ваша реакция, спросить именно у нее, то, нужна ли ей помощь, это просто идеально, что может быть в этом случае. Не с мужчиной разбираться, прав, он не прав, там домой он должен идти, а просто спросить у женщины. Во-первых, у женщины появляется ощущение, что ситуацию уже видят третьи лица, и она хоть как-то, если что, может попросить о помощи. Сам автор насилия, потому что в толерантном мире их не называют агрессорами, называют авторами насилия, автор насилия понимает, что есть третьи глаза, которые могут как-то отреагировать и позвонить в полицию. И, в общем-то, опять-таки, это показывает не только опыт США, когда человек знает, что есть третьи глаза, они почему-то агрессоры учатся держать руки при себе. Поэтому, скажу только просто, не проходить мимо, если есть возможность по ситуации как-то помочь, помогать. Должно было быть развитие вот с ребенком, то есть подходишь, говоришь, не бейте своего ребенка, это нехорошо. Дальше тебе говорят, либо окей, больше не буду бить ребенка, и сейчас пойду оформлю пожертвования, в насилию нет, либо говорят, не лезь в наше дело. И, скорее всего, тебе говорят, второй, ты должен вызывать органы, или как ты должен... Скорее всего, вас еще и пошлют, и применят все эпитеты, которые только можно. Но, тем не менее, у нас, опять-таки, мы же должны прекрасно понимать, что проблема домашнего насилия, сексуального насилия, это одна из огромных количеств проблем, которые есть в нашей стране. А, грубо говоря, в нашей стране не защищают права человека. Мы говорим о праве человека на безопасность, на то самое достоинство, на право не подвергаться пыткам. И у нас безумный нигилизм. Люди не знают, как защищать свои права. Это касается абсолютно большинства людей. И если сказать о том, что вы нарушаете закон, что сейчас поисследуют санкции, опять-таки, не каждый человек готов жить в подъезде с этим автором насилия, или агрессором, или просто действительно невменяемым человеком, который потом будет угрожать, и вам еще потом жизнь испортит. Поэтому не у всех есть ресурс вступать в бой, не у всех есть возможность как-то там за что-то бороться. Но просто пройти мимо и отметить, это уже очень большой вклад. И там по ситуации. Если есть возможность дальше как бы говорить о том, что нет, это неправильно, есть закон, там какой-то есть полиция какая-то. Одна история. Если вы не можете с этим человеком у всех разные уровни культуры, воспитания, если у вас нет возможности как-то в этот диалог вступить, то действительно сказать, ну, в общем-то, не надо так делать и пойти домой. Ну, не каждый может вести себя как супермена и снимать там, я не знаю, с себя бытовую рубашку и доставать какую-то спецформу. Настя, в начале каждого выпуска Владимир, когда вас представляет, говорит, что многие истории нужно было проверить и что есть истории, которые, как он сказал, слово против слова. И вот мне интересно, как вы выбирали истории и как быть именно с такими историями, которые слово против слова, потому что именно в них общество меньше всего понимает, как себя вести. Потому что есть кто-то, кто что-то сказал, кого-то обвинил, а как нам дальше с этим быть? Потому что все истории, которые у вас отобраны, они очень конкретные и абсолютно понятные. Как быть с остальными? Великолепный вопрос, спасибо. На самом деле, все истории, которые у нас отобраны, это истории, которые можно было проверить. Это такое, как бы, базовое журналистское правило, да? Мне нужно было удостовериться в том, что все, о чем рассказывает моя героиня, к которым я, как уже много раз сказала, испытываю огромную эмпатию и восхищение, что все, что они говорят, действительно происходило, и да, это действительно происходило. Что касается тех случаев, когда, например, действительно бывает такое, что кто-то кого-то хочет оговорить, на эту тему в цивилизованном мире тоже есть исследование, и насколько я помню, например, обвинения в харассменте бывают ложными максимум в 10% случаев, а обычно в 2%. То есть там такой разброс. Сложные обвинения случаются от 2% до 10% случаев. Все остальные, 90% людей, которые заявляют о харассменте, о домогательствах, действительно с этим столкнулись. Поэтому моя, честно говоря, активистская, скорее, не журналистская позиция в этом смысле, доверие женщинам. Я вообще очень верю и очень хочу делать женские голоса как можно более громкими. И я доверяю женщинам. Ира, расскажи, особенно сейчас, когда за эту весну мы выяснили, что документалистика это то, что невероятно интересно всем. Год назад премьера «Покидая Неверленд» 2 миллиона зрителей на HBO. В этом году «Тайгер Кинг» 50 миллионов за первые 8 дней или 10. Расскажи, у старта, какие уже есть или впереди документальные истории, которые связаны как раз с тем, чтобы дать кому-то голос и рассказать через историю? То, что мы находимся здесь сейчас, в ЦДК, не случайная история. С онлайн кинотеатром документальных фильмов «Нонфикшн» у нас партнерские прекрасные отношения. Это, собственно, наш первый партнерский проект «Оригиналс». Сейчас на старте представлена линейка документального кино, как раз предоставленная нашими партнерами «Нонфикшн». Там действительно исключительные документальные проекты и зарубежные, и российские представлены. Собственно, мы, конечно, очень ждем результатов этого нашего первого оригинального проекта. И у нас большие планы по развитию именно этой линейки документальных сериалов. Не могу их пока раскрывать, но, в общем, и эти планы у нас, конечно, есть. Просто всегда, когда смотришь репетуар какого-нибудь Нетфликса, ты задумываешься, о том, как много историй основанных именно на журналистике, на расследованиях, и как мало этого у нас. Насколько богат мир вокруг? Ну, во-первых, у нас есть художественные проекты, которые основаны на реальных событиях, и 20 августа, как я уже говорила, у нас одна из таких премьер, но документальные направления мы тоже планируем развивать. Хотела Настю спросить, Настя дорогая, там есть история, Юли Кулешовой, собственно, мы все Юлю знаем, она потрясающая, но Юли и мне каждую неделю пишут дети, которые, и мальчики, не только девочки, мальчики тоже, которые не знают, куда им обратиться можно, и не только к Юльке понятно, что к Юле они тоже ходят сразу же, потому что она находится по поиску. Может быть, не думала ли ты по результатам этого фильма, может быть, выпустить какую-то, не знаю, брошюру короткую, вот по тем темам, которыми мы не особо занимаемся, да, вот насилие над детьми, то, что ты, сексуальное насилие над детьми, на то, что ты здесь ярко показала, это такая очень распространенная история, о которой сейчас молодое поколение говорит, они говорят друг другу, и у меня к тебе два вопроса, что-то, может быть, там у тебя еще будет беременность, насколько я знаю, там насилие послеродовом и дородовом периоде, наверное, что-то с этим тоже, будут ли что-то, какие-то инструкции, и второй вопрос, прекрасная история вот с детским насилием, то есть она такая тяжелая, очень яркая, но мальчиков нет в ней, и создается такое впечатление, это не в упрек, я говорю, что потрясающе, низкий поклон вообще вам всем, но создается такое впечатление, что насилию подвергаются исключительно только девочки, да, это я говорю только про ту серию, которая насилена над детьми, хотя мне лично пишут объективно очень много мальчиков, и они очень, то есть для них это еще большая проблема, потому что для мальчиков вообще стигматизировано говорить, что к тебе применяют насилие, вот может быть еще в этой ты что-то думала, были ли такие истории, может не было их, то есть это меня прям сильно волнует, спасибо. Спасибо большое, Алена, за вопрос, ну мы там говорим, что по статистике ВОЗ каждая пятая девочка и каждый тринадцатый мальчик столкнулись с сексуальным насилием в детстве, тем не менее, как я там тоже рассказывала, большая часть героев этого сериала вообще, это люди, которые написали мне в ответ на мой призыв, когда я предложила рассказать, если вы сталкивались с насилием, пожалуйста, напишите, и готовы об этом разговаривать публично, пожалуйста, напишите мне на почту, и как ты думаешь, сколько мужчин написали мне? Ноль. И как ты сама правильно заметила, действительно, мужская гендерная социализация, видимо, не дает мужчинам публично признаваться в том, что с ними такое происходит. Мне бы очень хотелось, чтобы мужчины в этом смысле тоже обретали голос, но моя задача, наша задача на самом деле была в том, чтобы показать, что происходит с женщинами, потому что это моя личная боль, это моя личная борьба, и мне очень хочется в этом смысле сейчас продолжать развиваться. При этом я абсолютно уверена, что если найдутся мужчины, которые будут готовы рассказать о своем таком опыте, найдутся другие люди, которые будут готовы их выслушать. Если эти мужчины придут ко мне, я с удовольствием сделаю все, что от меня зависит, чтобы голоса прозвучали как можно более громко. Что касается, соответственно, второй вопрос, я об этом еще не думала, но это хорошая идея, давай мы потом с тобой обсудим, что мы можем все вместе предпринять. Меня зовут Аня, привет. Вопрос такой по механике производства. Я догадываюсь, что в фильм вошло какое-то очень малое количество разговоров с героями и героинями, которые ты провела. Скажи, пожалуйста, сколько часов этих разговоров у тебя было? Это, наверное, невероятно важный и интересный материал, и что ты будешь с этим дальше делать? Большое спасибо за вопрос. Действительно, исходников, конечно же, несколько суток, и хочется сказать, что каждое из интервью, которое вы сегодня посмотрели по три минуты, длилось, на самом деле, от двух до трех, четырех часов, и мне очень хочется, ну, это вообще, в принципе, документалисты, да, они часто с этим сталкиваются, что из огромного количества всего, что они наснимали, в мастер входят совсем маленькие крошечки, и мне очень хочется, чтобы эти истории, на самом деле, звучали громче, чтобы эти интервью были гораздо более развернутыми, поэтому у меня есть мечта, я хочу сделать, когда закончится этот сериал, я хочу сделать подкаст по мотивам этого сериала со всеми героями, которые давали мне интервью, чтобы дать их истории более развернуто, там дальше еще будут разные экспертные интервью, там будет много людей, которые рассуждают о том, как в ЖСИ относятся к женщинам, и мне кажется, что это тоже очень увлекательно, и я очень надеюсь, что это будет какой-то более такой длинный формат, в котором можно будет нырнуть и провести там качественно 10 часов времени, изучая отношения к женщинам в России, вот, я думаю, что если все сложится, то мы сделаем из этого подкаст, по крайней мере, я очень на это рассчитываю. Здравствуйте всем, меня Гриша зовут, я бы так свой вопрос формулировал, я примерно месяц как начал жить с девушкой, вот, и я вот посмотрел первую серию, и стало немножко жутко, потому что по нарративу все рассказывают, что на первых порах вообще все было прекрасно, а дальше, ну, со стороны мужчины шаг за шагом начиналась какая-то агрессия, контроль, и то ли из-за того, что мужской голос в этой истории не был показан, то ли из-за того, что это... Дарта Вейдер, он же вот... Да, я понимаю, но именно голос агрессора, вот, не до конца понятен сам механизм, каким образом, вот, происходит становление от Дарта Вейдера, вот, и есть ли, я не знаю, какая-то гигиена, какая-то профилактика того, чтобы вот внутри себя культивировать вот это вот зло, и потому что, ну, становится правда страшно, и из-за себя, и из-за близкого человека. Спасибо. Спасибо, действительно, очень хороший вопрос. Это лишний раз говорит о том, что мы вот сейчас создаем все те рамки, новые, и никто не знает, где начало, где конец. Во-первых, если зайти у нас на сайте, есть тест и для пострадавших от насилия, и для авторов насилия на признаки психологического насилия, с которого, опять-таки, все начинается, и еще у нас есть такой прям чек-лист, вы и ваш партнер, что вы делаете, если вот прям захотите детально. Во-вторых, несмотря на то, что действительно насилия очень-очень много, будем радоваться, что оно даже не в каждой второй семье, и тем более не в каждой первой. То есть все-таки очень многие мужчины себя так не ведут. И все начинается именно с контролирующего поведения. То есть вам кажется, что вы за другого человека имеете право принимать решение, где ему работать, что ему есть, что надеть, с кем общаться и тому подобное. Не с вами на равных, есть человек, которого вы слышите и уважаете, а вы считаете, что как бы можно его мнение игнорировать. И с женской стороны то же самое может быть, просто диспропорция, очевидно. Но когда женщина условно решает, с кем ему идти пить пиво и что ему жрать и какие партыки надевать, это все тоже про контроль, это все то же, что нужно как бы оставить в прошлом. А советское, тем более еще раннее время, нам это все навязывало как норму. Поэтому просто вы понимаете, что либо с вами человек, вы его слышите и вы можете все обсуждать, либо вы считаете, что человек сейчас затыкается, а вы лучше знаете за вас обоих, как вам дальше жить. И вот как только этот анализ права начинается, все идет дальше. Но опять-таки, если мы будем говорить про именно людей, которые применяют насилие, потом это переходит в более страшные фазы, действительно, история бывает очень разная, разная география, религия, возраст, но все идет просто по одному и тому же сценарию. Обычно появляется мужчина, который для этой, условно, женщины, я буду все время говорить мужчина-женщина именно в силу того, какая диспропорция, для этой женщины, и он становится самым лучшим на земле, самым заботливым, самым внимательным. И он прекрасно понимает, что как бы нужно это доверие на будущее отвоевать, не то, что как бы он показывает себя таким, какой он есть, а он всячески принимает форму этой женщины, чтобы женщина расслабилась, а вот потом уже начинается то самое контролирующее. И еще очень часто, точнее, в абсолютном большинстве случаев, этот человек в этих отношениях, который будет тем самым контролирующим, он как бы пушит вас на ту стадию, на которую вы не готовы. Например, активней съехаться, активней пойти в ЗАГС, активней забеременеть. Не вы вместе садитесь и принимаете решение, что вы готовы, а за вас как бы говорят, как вам лучше. И вы к этому еще не готовы, а вас туда тянут, и тянут, и тянут. Здравствуйте, меня зовут Ева, я хочу поблагодарить вас за труд такой, я нахожусь сейчас в очень эмоциональном состоянии, потому что я тоже бывшая жертва, и в ходе просмотра я еще вспомнила ряд моментов про детское насилие. Ну, помимо всего прочего, я еще режиссер, и не знаю, корректно ли сейчас говорить, но мы просто независимо с друзьями сняли документалку, которая называется «О чем молчат агрессоры?» и вопрос, который вы задали, мы последние три месяца очень подробно изучали с Акризисным центром «Альтернатива» в Питере, который специализируется на том, чтобы работать с агрессорами, и зачастую, как говорят психологи, больше 90% агрессоров это бывшие жертвы домашнего насилия. То есть мужчины, которые не рассказали о том, как с ними плохо отнеслись, потому что есть табу на мужскую печаль, есть табу на мужскую уязвимость, табу на мужскую беспомощность, у них нету, они не могут нигде поделиться, они начинают это консервировать в себе, а потом это манифестует себя как насилие над близкими. Извините, я прям в очень эмоциональном состоянии, спасибо. Добавлю слово, на самом деле, действительно, эта тема очень сложная, именно потому, что они очень мало говорят, и «Альтернатива» Питерская, это единственная организация, которая так давно начала этим заниматься, единственная в России, вот на сегодняшний день в Москве, вот у нас в центре «Насилию нет», есть единственная программа для авторов насилия, и вот опять-таки вопрос к твоему, мужчины приходят или не приходят, говорят, не говорят. Конечно же, что те мужчины, которые будут сами применять насилие, у них там до этого, в своем предыдущем опыте было что-то поломано, но вот мы говорим, приходите, поможем, а они не идут. То есть если женщину так или иначе можно постараться до нас довести, чтобы дать ей эту помощь, то мужчины действительно, они, во-первых, не готовы говорить про то, что они применяют насилие, потому что не хочется быть в этой позиции, а тем более не хочется раскрывать все то, откуда это началось. Но тем не менее, пока мы не начнем об этом говорить так же обыденно, ничего не изменится. Буквально 5-6 лет назад никто не говорил так масштабно про насилие над женщинами. Это тоже лежало под ковром. Поэтому все это нужно просто выметать и обсуждать. Это, собственно, примерно то, о чем я хотела спросить и Ева предусхитила. Потому что, мне кажется, у большинства людей, которые, может быть, никогда не сталкиваясь смотрят такой фильм, первый вопрос, который возникает, как вообще такое может случиться? Типа, это, наверное, такого не бывает. Это вот только киному могут показать. И, может быть, как раз не хватает немножко взгляда с другой стороны, но может же быть человек, который совершал насилие, и вдруг в какой-то момент он осознал, что это очень плохо, и он попросил помощи, и он изменился, и он бы смог рассказать свою историю. Ну, потому что, собственно, то, что вы проговорили, что большинство авторов насилия это жертвы насилия в детстве. Вот. И еще один момент, который меня очень сильно трогает, это то, как часто родители закрывают глаза. Здесь было. Родители знали о том, что дядя совершил насилие над ребенком, и они даже, это прямо вот самое больное, они своего ребенка не поддержали, и когда она вдруг это поняла, они сказали, ой, ну, наконец-то ты вспомнила. Ну, то есть, мне кажется, в этот момент у меня просто земля ушла из-под ног. Вот разговор с родителями, почему они так к этому относятся? Я скажу буквально два слова, опять-таки, возвращаясь к теме агрессоров, что в том мире, где этот вопрос уже давно начал обсуждаться и решаться, есть, опять-таки, ответ государства. Мужчины, применяющие насилие, к государству направляются не обязательно в тюрьму, а на различные программы, где с ними проговаривают, опять-таки, те самые гендерные роли, которые нужно ставить в прошлом, когда женщина исключительно обслуживающий персонал. Их собственные программы. И если мужчина этого не делает, то тогда уже есть какие-то другие санкции, он должен платить штраф или, опять-таки, может быть, лишен каких-то там ограничительной меры в любом случае. То есть государство говорит, окей, есть пострадавшие, мы поможем, есть человек, который насилие применяет, и мы должны ему тоже помочь, чтобы он не повторял этот цикл, чтобы другая женщина не оказалась в этом насилии, чтобы он там, я не знаю, не устроил такое с теми людьми, которые просто его окружают. То есть, опять-таки, государство должно делать программы для обеих сторон в этих отношениях, что и предусматривает наш законопроект, но, тем не менее, он как бы лежит на полке и непонятно, когда это изменится. Что касается насилия над детьми и то, что молчат родители, это все, конечно же, тоже звенья того самого стыда, который должен на себе нести непосредственно тот человек, с которым это произошло. Но я бы все-таки начала с самого грустного, что мы живем в той стране по сей день, где, если девочка такое расскажет, то ее еще лишат жизни, потому что есть убийство, честь и тому подобное. Это происходит не где-то абстрактно, а в Российской Федерации. Поэтому градус ужаса разный, но как бы у нас все очень-очень в этом смысле плохо. И, наверное, здесь речь о том, что родители не способны к этому разговору. Они не знают, как себя сами вести. И, может быть, так же страшно, они совершенно не понимают, как быть, когда все вокруг бросятся, об этом узнают и начнут обсуждать эту ситуацию. И, в общем-то, начнем с того, что у нас полового воспитания нет. То есть у нас с 13-15-летними детьми не все могут поговорить о том, что есть барьерная контрацепция. А что делать в такой ситуации? Никто не готовит родителей, никто не говорит им, как быть в этой ситуации, куда идти, где просить о помощи. Поэтому, опять-таки, вакуум, мне кажется, в этом вся вина, проблема. Мне кажется, очень важно про это говорить, потому что, если идти в психологию, человек — это существо стадное. И самый страшный рептильный страх, который человек до сих пор испытывает, это быть изгнанным из стада. Потому что в древние времена это означало смерть. То есть быть изгнанным из стада равно смерть. Это глубоко лежит в мозгу. И если говорить везде, что это не норма, и что такое поведение неприемлемо обществом, то рано или поздно это останется в голове. Но мы должны, мы все должны говорить, что это ненормально. И делать про это и художественное, и документальное кино, и поддерживать общественные организации, и со всех сторон трубить, что это ненормально. Потому что сейчас и насилие в семье, и насилие по отношению к детям воспринимается как норма. Это, к сожалению, факт. Добавлю, потому что мне кажется, здесь такой очень сложный и скользкий момент касательно того, норма это или не норма. Во-первых, если мы вернемся к тем странам, где уже это произошло, во время второй волны феминизма в 80-х годах в Америке был слоган и основной тези, что лично это политическое. И смысл был таков, чтобы каждая женщина, которая сидит дома и сталкивается с тем или иным, услышала, что, оказывается, это происходит на этом же этаже, в этом же доме, в этом же районе, на этой улице. И, в общем-то, это системная ошибка, а не ее собственная. Поэтому, конечно же, нужно говорить о том, что это ненормально, чтобы мы все в соответствии с теми переживаниями, которые у нас есть, могли объединиться с теми людьми, которые тоже это переживают и понимали, что это именно системная ошибка. Но что касается насилия, вот откровенно сексуального над детьми педофилия. В том-то и проблема, что все знают, что это ненормально, поэтому это еще больше прячут. И именно из-за того, что это так ненормально, из-за того, что это так страшно, это такой ярлык, об этом будут еще больше молчать. Поэтому здесь как бы получается, что никто же не скажет, что это нормально, когда вот четырехлетний ребенок, он там, я не знаю, с голыми мужчинами лежит в кровати, и, в общем-то, все на это закрывают глаза. Здесь вопрос, нужно, мне кажется, с другой стороны начинать, а именно говорить детям в самых первых лет их жизни, что у них есть право на половую неприкосновенность, право обратиться куда-то и пожаловаться. И если семья в лице мамы и каких-то других родственников не выполняет эту функцию, ребенок опять должен знать, что он может куда-то пойти и получить помощь. Потому что взрослые как раз знают, что это плохо, и будут молчать, чтобы не быть прокаженными. Вот у меня микрофон, я коротко скажу. Я про зрительский опыт хочу сказать. Мне откликается то, что Гриша, да, правильно говорил, тоже много каких-то эмоций, переживаний, когда смотришь. Есть какой-то дискурс про разные такие прогрессивные СМИ, что они делаются для определенной тонкой прослойки людей. И все они и так все понимают. Вот, Ирина, вы говорили, что мужчины адекватные, они понимают, знают. Вот я вроде считаю, что я знаю и понимаю, но не знаю, за счет ли какого-то пространства, которое создает этот фильм, то ли за счет чего-то еще, за счет искренности героинь, за счет всего вместе, авторства, режиссура. У меня, в общем, я много думаю о том, как надо. А этот фильм заставил меня посмотреть о том, чего я делаю маленького, пусть пока маленького, дай бог, только маленького, того, что может привести, ну, чуть-чуть, мне кажется, это такой алверды, в общем, как-то задумываться о тех сигналах, которые мы, мужчины, ну, я сейчас говорю, потому что фокус на этом, да, и статистика про это, ну, в общем, составляет задуматься, что уже, там, я вспомнил, что я высказывал свои пожелания своей жене по поводу ее прически, например. И я такой, ну, то есть у меня был некоторый внутренний ужас и боязнь с тем самым Дарт Вейдером, вот, поэтому мне кажется, что это тот случай, когда мало понимания и декларации внутренней, и даже приверженности определенным ценностям важно рефлексировать и обучаться каким-то навыкам, которые, может быть, не поддерживаются в какой-то, в нашем обществе, даже в лучшей его части. Поэтому лично я могу сказать, что я даже уйду отсюда не с мыслями о том, как надо и чего надо делать, про это всегда хочется думать, а о том, что лично я могу не делать в отношениях со своим партнером. Спасибо. И это только какое-то начало, потому что сложно справиться с резонансом. Спасибо большое. Спасибо. Меня зовут Мария Красильникова, я мама Насти и Ксении. И у меня два вопроса. Про насилие. Вообще здорово, что вы все это сказали и продолжаете об этом говорить. Я очень со всем этим согласна. Тоже у меня очень глубоко все отзывается. Я спрошу про два аспекта насилия, вернее, про один аспект в двух формах. Насилие вещь очень коварная, умеющая очень умело маскироваться и прятаться. И вещь, которую очень трудно прогнозировать. Поэтому у меня вопрос про тех героинь первого фильма, которые не побоялись сказать обо всем об этом. И в фильме прозвучала очень важная вещь, что именно когда жертва заявляет о том, что она покидает насильника, агрессия возрастает в разы и в десятки раз. Тот факт, что они еще и смогли рассказать об этом. Увеличивает ли риски для них? Вот у меня такой вопрос. Потому что это ведь еще одно большое усилие, большое дело, большой шаг. А есть какая-то статистика, кстати, на эту тему? Потому что у меня это все исключительно эмпирические наблюдения. Я знаю, что когда женщина действительно уходит от автора агрессии, они могут стать вскоре жертвами. В каком количестве случаев это бывает? Мне сложно себе представить. У нас действительно совсем нет статистики, что касается темы насилия, потому что у нас нет такого механизма, и никто не пытается это читать. Поэтому те страшные случаи, которые мы знаем, обычно это из СМИ или пресс-релиза МВД, когда действительно ясно, что вот они были в отношениях, либо она только сказала, что уйдет, либо она только-только ушла. Потому что я помню случай конкретно, когда все закончилось смертью, мужчина пользовался возможностью общаться с детьми. То есть она всячески даже сказала, что все ко мне не подходи, но тем не менее его не лишили, не ограничили в правах, поэтому, пользуясь возможностью пообщаться с детьми, он как бы увидел ее. Мы опять здесь возвращаемся и упираемся в наш законопроект против домашнего насилия, который, как во всем цивилизованном мире, предусматривает охранный ордер, а именно запрет на приближение. Сейчас я скажу больше, у нас практика такова, что женщина может ходить годами, говорить о том, что ее преследуют, он будет ее дальше избивать уже после развода, угрожать, делать все, что угодно. И в итоге будет ноль реакций. Потом, если будет труп, возможно, возбудят похалатности, как сейчас, опять-таки, вот эта вот женщина, которая участковая ответила по телефону, труб будет при этом опишем, она получила два года, всего лишь два года, как бы, поселение, колония-поселение. Вот. есть конкретные дела прям, где женщина ходила годами, просила государства защитить ее, и ничего не происходило. Потом в очередной раз этот мужчина куда-то ломится, и она там защищаясь ему как-нибудь там палкой по голове или что-нибудь еще, когда он пытается в ее квартиру ворваться, он приходит в полицию, пишет, вот она на меня напала, и сразу возбуждает против нее уголовное какое-нибудь там дело, и начинает расследовать. Поэтому здесь, к сожалению, действительно, мы упираемся в государственные механизмы. Единственное, что я могу сказать, что бывает и в рамках работы нашего центра, к нам порой приходят наши подопечные и просят о том, чтобы мы публично написали ту самую историю, мы, естественно, тоже проверяем факты, материалы и тому подобное. И когда мужчина понимает, что она уже не одна, а хотя бы мы, маленькая организация, но хотя бы мы за ней стоим, он уже как бы немножко боится. Ну вот, спасибо, да, именно в этом у меня и был вопрос. То есть, есть ли для них большая опасность в том, что они публично об этом рассказали сейчас в этом фильме? Или все-таки они таким образом себя защитили? Обычно это защита, конечно. Обычно публичности это порой единственная защита, которая может быть, и мы ни одну женщину так по стране отстояли. Ну и история Ирины, на самом деле, подтверждает эту мысль, потому что как только она написала в пост в Фейсбуке, ее мужа Евгения Живого уволили с работы. Это, конечно же, не обрывало их отношения, они до сих пор состоят в судах и так далее, но это дало ей довольно мощную волну поддержки, и она продолжает там тоже, она стала активисткой, она распространяет все эти идеи, поддерживает других женщин, которые столкнулись с домашним насилием, и, в принципе, да, это как раз иллюстрация того, как публичность может помочь в таком случае. Да, это, на самом деле, наверное, очень мощный такой инструмент, который можно использовать для защиты от насилия людей, наверное, да. И второй вопрос у меня такой, тоже про риски. Вот мы говорили, Анна, вы говорили про то, что если мы видим какое-то проявление насилия на улице в отношении ребенка или в отношении женщины, тот факт, что мы подойдем и, ну, как бы обозначим свою позицию несогласную, это уже наш вклад, и я абсолютно с вами в этом согласна, но я думаю о том, что бывают же ситуации, когда потом этот насильник с этой жертвой, будь то ребенок или женщина придет домой, или даже мужчина, не важно, и там насилие, именно из-за того, что ему пришлось почувствовать вот это вот какое-то порицание общественное, да, насилие может усилиться, и на эту жертву может вылиться гораздо больше еще агрессия, связанная вот с этим неким уязвленным самолюбием, который насильник испытал от какого-то внешнего человека. Насилие всегда вылез только в том объеме, в котором он готов, невзирая на различные обстоятельства, из себя выдавить или, как бы сказать, в общем, если вы пытаетесь помочь человеку, он не из-за этого будет бить, он будет бить, потому что он хочет бить, и здесь вопрос, опять-таки, только контролирующего поведения, что в случае, то есть, опять-таки, очень важно проговорить, что есть разница между конфликтом и домашним насилием, и что, опять-таки, было затронуто в фильме, и мне очень понравилось, что в фильме замиксованы как бы и база, да, теоретическая, и, к сожалению, практические истории. Вот в случае домашнего насилия может даже не быть конкретной причины, ее обычно нету, а именно этот человек сам решает, за что сейчас дрессировать. Поэтому если он способен на это, то точно не голос на улице будет спусковым крючком, а то, что происходит у него в голове. Спасибо. Я хотела бы вам сказать спасибо за Настю, как маме Насте, и ответить, я задавала этот вопрос в Норвегии, в Швеции, поскольку у них есть очень сильная культура помощи в кризисных ситуациях, когда это именно с мыслью происходит такой, что насильник за закрытыми дверьми потом усилит, как бы ты, татология не звучала, на насилие над женщиной, над ребенком, над пожилым человеком. У них методика такая, они подходят и не говорят, вот как, например, Аня предлагала, вы нарушаете закон. Лично я вот так всегда говорю, что вы нарушаете закон, руки убрал, ну то есть все что-то такое. Но технически в Норвегии, в Швеции подходят и говорят, вам помощь нужна не жертве, а насильнику. Простите, у вас что-то случилось, вам нужна помощь. Очень часто такой метод используют к мамам, применяют к мамам, которые, например, у них выгорание эмоциональное, они могут применить насилие к ребенку на детской площадке. То есть не говорят, что ты делаешь, прекрати биться, вы говорите, простите, у вас, наверное, проблема, вам нужна помощь, я могу помочь. Ну то есть как-то так. И вроде как и в Норвегии, и в Швеции это очень сильно влияет на то, что насильник какого бы полувозраста и восповедания и так далее он не был, не применяет потом насилие с закрытыми дверьми. Ну то есть в нашей стране мы применяем метод, который вторичное насилие, я его применяю, вторичное насилие, я ругаю всегда, а в Швеции и в Норвегии применяют метод помощи, именно насильнику. Естественно, я спрашивала, а жертва, что же она вот насильнику помощь нужна, что-то побьем вместе этого человека, но второй вопрос всегда следует жертве. Если вам нужна защита или ребенку могут сказать, если тебе нужна защита, ты знаешь, что эта защита тебе положена по закону. Ну то есть и таким образом разобрались с обеими сторонами. Это очень, мне кажется, хорошая такая правильная культура. Спасибо, друзья. Есть еще вопросы? Если нет вопросов, то можно, раз мы оказались в комнате, где много продюсеров и мало дверей, предлагать идеи для следующих фильмов? Очень мне понравилось, как структурно и понятно была поддана эта тема, без вот этого лишнего осуждения, без вот этих вот, я не знаю, без этого клейма, розги, расстрелы, зажигания на кострах. Этого всего не было, и при этом очень круто развернута эта тема, вот проблема, которая есть, которая уже назрела, мне кажется, она уже сейчас из всех щелей идет, и это здорово. И только единственный вопрос, почему до сих пор ничего не сделано, да, то есть, на государственном уровне? Почему? Ну то есть уж кажется, что ну как? Ну как так? Ну и все равно ничего не сделано. И я считаю, что данный фильм это еще один шаг к тому, чтобы помочь миллионам женщин, и в том числе как-то обратить на себя внимание и государство, и общественность, и мне кажется, что это очень здорово, и очень правильно, и очень нужно. Мне кажется, что все, в общем, люди понимают, что насилие существует, существует в большом количестве, и очень многие действительно с этим сталкивались, и даже те, кто не сталкивались, понимают, что да, этого реально очень много, просто, наверное, легче об этом не думать, чем говорить об этом открыто, или думать об этом и так далее. В этом смысле та волна, как бы, дискуссии, которая сейчас вообще поднялась у нас в стране на тему домашнего насилия, на тему насилия над женщинами, над детьми и так далее, это как-то неожиданно очень произошло, мне кажется, для нашего общества. Это невероятно важно, потому что, как говорится в фильме, этого так много, что это даже невероятно. И, конечно же, об этом нужно говорить, нельзя молчать, и нужно выращивать культуру, умение разговаривать об этом, умение слышать это, умение понимать, что это насилие, а это не насилие, потому что часто, конечно, многие действительно считают это нормой и даже не говорят об этом. поэтому, да, то, о чем в фильме говорят, когда говорят о насилии, это, в принципе, конечно, тяжело слышать. Слава Богу, я счастливый человек, я никогда не сталкивалась с насилием физическим, я сталкивалась с насилием моральным, скажем так, и я считаю, что это точно такая же форма насилия. Да, абьюз, он не только физически бывает, но и эмоциональный тоже, вот, поэтому, да, конечно, это, ну, как любому, к любому нормальному человеку или человеку чувствительному, об этом тяжело слышать, слушать, а не только видеть. Не всегда такие темы, связанные с насилием, тяжело просматривать, потому что даже там в моем детстве какие-то эпизоды, которые там кажутся нормальными, грубо говоря, когда там, я не знаю, отец на эмоциях что-то кричит, да, либо мама наказывает за какие-то вещи, у меня там был эпизод, она недавно тоже извинялась на тему ремня, они настолько вписаны, как бы, в систему, что кажутся абсолютно нормальными, и когда ты, когда я вдруг позволяю себе признаться, вообще подумать на тему того, что я жертва, у меня сразу и опасений много, что не впасть бы мне вот в эту жертву совсем, да, не манипулировать этим, ну, лично у меня, но при этом как-то признать, то есть это такая тема, где действительно очень сложно, ну, вообще существовать как стоика, так и с другой стороны, то есть, и с одной стороны, как-то обратиться за помощью очень тяжело, и признаться в этом тяжело, а с другой стороны, я вот слушаю про, ну, про этих, ну, про тех, кто был агрессорами и насильниками, я понимаю, что это тоже какая-то все травма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok